Америка меняет правила игры. Дональд Трамп намерен сделать США крупнейшим в мире поставщиком энергоносителей. Выгодно ли Украине закупать газ и уголь в США и когда начнутся поставки? Дмитрий Анопченко об этом, он в Вашингтоне. Америка на пороге энергетической революции, заявляет сейчас Дональд Трамп. Он отменяет существовавшие десятки лет мораторий на открытие новых угольных шахт и на добычу энергоносителей в самих Соединенных Штатах. И уверяет, ресурсы страны просто огромные. Запасов природного газа у нас на 100 лет чистейшего угля на 250. Мы можем стать топ-производителем нефти и производителем номер один в мире природного газа. По словам президента, речь идет о миллионах рабочих мест и триллионах долларов прибыли для страны. При этом Трамп прозрачно намекает, мол, до этого поставки нефти и газа использовались некоторыми странами как политическое оружие. Но для Америки это исключительно бизнес-проект, когда Штаты не будут увязывать экономику и политику и не будут говорить другим странам, что им делать. Для многих стран, в том числе и для Украины, это возможность не только избавиться от российской зависимости, но и получить крупного, а главное надежного поставщика. Другой вопрос, все им сейчас и задаются, а насколько это будет выгодно экономически? В ходе своих недавних американских встреч Петр Порошенко договорился о поставках американского угля для украинских ТЭЦ и сжиженного газа для украинского рынка. Эксперты по морским перевозкам поясняют нам, в Луизиане Штаты построили огромный ЛНЖ-терминал Лейк-Чарльз мощностью 15 миллионов тонн в год. Инвестиции в него при прошлой администрации были заморожены, но сейчас проект снова ожил. Газовоз оттуда способен в среднем за 16 дней пересечь Атлантику, пройти через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы и выгрузиться в украинских портах, к примеру, в порту Южной в Одесской области. А вот поставки угля из Пенсильвании порт Филадельфия крупнотоннажные суда не принимает, но из того же Балтимора теплоход за три недели способен дойти до Украины. Его запросто примет Ильичевский порт возле той же Одессы. Уже в августе ждут первое судно 120 тысяч тонн, а в целом Украину планируют получить до 2 миллионов тонн американского угля. Эксперты говорят, формула тут простая, чем больше, тем дешевле. Если закупки будут крупными, к примеру, 200 тысяч тонн на борту одного судна и выше, то американский уголь по цене в принципе может быть конкурентоспособен с тем, что Украина закупала ранее. Ну а если закупки пусть и у частных компаний, но будут проводиться под контролем и под эгидой американского правительства, то это снимет возможную коррупционную составляющую. Украина уже сказала нам, им нужны миллионы тонн прямо сейчас. Есть много других стран, которым это тоже необходимо, и мы намерены начать поставки. Спрос уже сейчас огромный. Накануне подписана сделка по сжиженному газу на 250 миллиардов долларов с Южной Кореей. Польша тоже заявляет, хотела бы стать частью проекта и сама отказаться от российского газа и принимать американский для Украины, Болгарии, Румынии, Хорватии. Ведь ценность контракта с Соединенными Штатами не только и не столько цена, сколько уверенность в том, что поставки газа не будут зависеть от каких-либо политических условий. И Дональд Трамп готов гарантировать это лично. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.